Ом-Ти-Ви-Юэй про головне. После капитуляции Москвы 100 богатейших семей РФ должны выплатить Украине 500 миллиардов долларов. Эти деньги может вернуть лично господин Путин из своей зарплаты. Это была его глупая затея напасть на Украину, заявил Макрон. Если по-простому-то. А кто напал-то на кого? Кто напал? Они сражались за русский мир. В Руден, Российский университет дружбы народов, вывесили портреты африканских студентов, ликвидированных на Харьковском направлении. Хотели зачеты закрыть автоматом? Последствия ночного прилета неизвестных беспилотников по аэродрому Морозовск, Ростовская область, бывшая Россия. Как видим, все дроны сбиты, потерь нет, российское ПВО лучшее в мире. Но есть нюанс. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение. Речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении. Он врет, как сивый мерин. Если в Киеве и в западных столицах от него, как и прежде, также откажутся, то их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития. Да что ты, черт побери, такое несешь? Условия мира от Владимира Путина. Российский лидер провел встречу с руководством Министерства иностранных дел. Своё выступление российский президент посвятил войне в Украине. В частности, Путин заявил, что готов отдать приказ о прекращении огня сиюминутно, если будут выполнены его условия. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении. Мы готовы к диалогу, но выполните наши требования. Впервые за три года Владимир Путин выступил перед руководством российского МИДа и объявил, чего он хочет от Украины. Эти условия очень простые. Так, по словам Путина, Украина должна вывести свои войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Причем и здесь звучит интересная формула. В границах на момент вхождения в состав Украины. Требует от Киева хозяин Кремля и отказаться от вступления в НАТО. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Путин дал понять, что вести переговоры он будет только с Верховной Радой, потому что, по мнению российского лидера, именно она является в Украине законной властью, а Зеленского он назвал нелегитимным президентом. Президентский срок избранного ранее главы Украины истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями. Путин выдвигает свои требования и Западу. Он должен признать оккупированные территории российскими и снять с Москвы все санкции. Во время своей почти полуторачасовой исторической справки Путин представил свою версию первых месяцев войны. Наши соединения действительно стояли у Киева. И у военных ведомств, у силового блока были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий. Но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города, кто бы чего не говорил, не домысливал, не было. Киев будет взят так быстро. Полтора-три дня. Два дня. Потом падение города. Бровь поднимем, и Украина поймет все. Возьмем Киев. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Не Украина должна выводить войска с украинской территории. Это Россия должна вывести свои войска с оккупированной украинской земли. Так на выступление Путина отреагировали в НАТО и пообещали продолжить оказывать поддержку Киеву. Это предложение не свидетельствует о доброй воле. Это не мирное предложение. А предложение, предлагающее еще большую оккупацию. Владимир Зеленский отверг предложение Путина по переговорам и сравнил его с Адольфом Гитлером. А советник главы офиса президента призвал перестать воспринимать предложение российского президента всерьез. Никаких новых мирных предложений от России не поступало. Субъект Путина озвучил лишь стандартный набор агрессора, который уже неоднократно звучал. Его содержание достаточно специфично, в высшей степени оскорбительно для международного права и абсолютно красноречиво говорит о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии. Речь Путина об условиях прекращения войны прозвучала накануне мирного саммита в Швейцарии. Россию туда не пригласили. Вот чего ожидала Россия. И от Соединенных Штатов, и от так называемого коллективного Запада в целом. Черная полоса в жизни Насти Ивлеевой продолжается. Налоговая служба заблокировала бизнес-счета блогерши. Все из-за задолженности по налогам на 11 миллионов рублей. Телеграм-каналы пишут, что ФНС обращалась к Ивлеевой еще в начале мая с требованием заплатить налоги. За полтора месяца этого сделано не было. В Иркутской области открыли памятник погибшим на войне в Украине. На церемонии открытия мэр Черемхова говорил, что святой долг помнить каждого из этих пацанов. На памятнике есть табличка с именами 41 жителя. Журналисты выяснили, что у каждого шестого из погибших имеется уголовное прошлое. Уже давно понятно, что в основном на войну идут бедные и не нашедшие себя в нормальной жизни мужчины. Да и они, кажется, уже стали заканчиваться. А план по набору контрактников никто не отменял. Регионам из-за этого приходится поднимать выплаты. Один из беднейших регионов страны, Карачаево-Черкесия, будет единовременно выплачивать добровольцам 1,3 миллиона. Об этом сегодня заявил глава республики. Это уже 17-й регион, который с начала года повышает единовременные выплаты для добровольцев. Повторяю, ни призывников, ни тех, кто призывается на сборы. Мы никого не используем и не собираемся использовать при проведении этой военной операции. Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь ход операции. Она идет просто по плану, по графику. Все делается так, как и запланировал Генеральный штаб. Война высасывает все больше ресурсов из экономики мирной жизни. От этого страдают те, кому помощь государства жизненно необходима. Журналисты подсчитали, что число жалоб Путину на проблемы с выплатами пострадавшим от стихийных бедствий достигло исторического максимума. За два последних месяца, две с половиной тысячи раз, люди жаловались на проблемы с помощью. 740 вопросов пришло только из Оренбургской области, где в начале апреля прорвало дамбу. Но местные уже сейчас понимают, что выплаты получат не все. Даже после вмешательства Путина многие остаются без соцподдержки. Не треба скиглити, треба брать лопату и гадувати свою силу. Конгрессии США начали обсуждать снятие ограничений на применение баллистических ракет Атакам. Конгрессмен-демократ Тед Лиу заявил, что вскоре Украина получит карто-бланш. А лидер демократов в палате представителей Питт Агилар добавил, Байден и его администрация уже работают над тем, чтобы предоставить Украине дополнительные дальнобойные ракеты, необходимые, цитата, для победы над Россией. Дескать, то, что Запад уже видит в Крыму и на Донбассе, нужно перенести на приграничные с Харьковом российские регионы. Речь про удары крылатыми ракетами «Скальф», «Стормшэдоу» и «Атаканс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова